Гражданин Украины Гражданин Украины Гражданин Украины Неожиданное продолжение получила история с кражей телефона в центре Актау. Напомню, жители взбудоражили кадры, на которых молодой человек держит кричащую девушку. Как рассказали родные парни, он лишь хотел познакомиться. Был не агрессивен, но напугал горожанку, поскольку имеет психическое расстройство. И он состоится в учете в психологической больнице. Сейчас его я в больницу положила. Девушка никакой претензии не имеет. Сразу она через нотарию записала этот объяснительный, чтобы никакой претензии не имею. Извините, я не подумала, говорит, что он такой ребенок. По словам матери, парень сейчас на лечении медучреждения. Тем не менее, в полиции возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Управления полиции города Актау по статье 191 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Грабеж». Иная информация в интересах следствия не разглашается. Масштабный ремонт дорог Петропавловска стал поводом для шуток горожан. Точнее, его качество. Накануне Акимобластного центра Серик Мухамедеев выложил на своей странице в соцсетях видеобеседы с дорожными строителями на улице Букетова. Там новому асфальту нет и месяца, но уже пошли трещины. Подрядчик заявил, что дефекты невозможно было предвидеть. Узнать, что же это такое пробивается сквозь покрытие, не проще сами горожане. Петропавловцы назвали происходящее клоунадой. Блин, рассмешили. Может, пальма пытается пробиться? Менять давно подрядчиков. Клоуны, да и только слов нет. Такие деньги ушли на дороги, и результат ужас. К слову, впервые за 12 лет на ремонт городских дорог в этом году выделили рекордные 6 миллиардов тенге. Его планируют сразу на 30 улицах. В городском Акимате говорят, на четырех из них дорожное полотно уже готово. На этих участках ведут работы по замене бордюров, тротуаров и обочин. Ремонтом занимаются шесть подрядных организаций. Все местные чиновники заверяют, работу примут лишь после того, как все дефекты будут устранены. Развитие малого и среднего бизнеса в рамках реализации дорожной карты предвыборной программы партии обсудили члены Аманат. Заседание регионального совета Ватарау посвятили накопившимся экономическим, предпринимательским и аграрным вопросам. Например, удешевление дистоплива. Участники встречи говорят, это позволило бы снизить цены на корм для скота. Еще одной проблемой назвали устаревшую сельхозтехнику. 76% автопарка уже выработало свой срок, при этом обновили лишь 6% машин. Говорили и о рыболовстве, в частности о том, что дноуглубительные работы на каналах дали лишь временный результат. Предлагается создать специальное предприятие на берегу реки Кигач. Причина резкого обмеления Каспийского моря, отступления береговой линии в том, что не проводились какие-либо научные работы. Только дноуглубительные работы на основе проектно-сметной документации. В ближайшее время мы надеемся на детальный подход к проблеме от нашего слышащего правительства. На вопросы от арабских предпринимателей в режиме видеосвязи ответили вице-министры сельского хозяйства, экологии и природных ресурсов, а также индустрии и инфраструктурного развития. В свою очередь, секретарь партии Аманат Эльдар Жумагазиев отметил, что регионам со сложными условиями для ведения сельского хозяйства нужна особая поддержка. Самый актуальный вопрос – какова последовательность предоставляемых субсидий? Потому что какова политика Минсельхоза – одинаковая поддержка для всех регионов. А мы считаем, что регионам, которые находятся в неблагоприятном положении, нужна поддержка больше. Посмотрите, сейчас до 70% продуктов питания в Атыраусской области импортные, в основном из соседних областей России. Возникает вопрос, не кормим ли мы российского фермера. Во что бы то ни стало, необходимо перейти на собственное производство продовольственных товаров. По словам секретаря партии, подобные заседания в расширенном составе пройдут во всех регионах. В формате открытого диалога намерены дать оценку предвыборной программе партии. Эльдар Жумагазиев также отметил, что протокол встречи отправят в ответственные ведомства. Проблемы, требующие решения на законодательном уровне, будут решать осенью в стенах Можелиса. Съемочный процесс сериала «Кахарман» в самом разгаре. Он о герое пожарном Аскаре Забикулине, смерть которого без преувеличения потрясла всю страну. Разрешение экранизировать биографию спасателя дала вдова Аскара. Анель и две его маленькие дочери, к слову, тоже на съемочной площадке. Они встретились с министром информации общественного развития Дарханом Кадерали. Всей съемочной группе он пожелал вдохновения и успехов. Уважение к рабочему человеку. Считаю, что суть таких сериалов – показать жизнь и труд обычных людей, как говорил глава государства. Наши герои – вот они, ходят среди нас, готовые в трудный момент пожертвовать жизнью за страну, за своих близких и даже за незнакомых людей. Напомню, Аскар Забикулин погиб в минувшем году, спасая людей от пожара в жилом доме Астаны. Очевидцы рассказали, что он отдал им свое защитное обмундирование. Вся сюжетная линия сериала основана на данных из жизни героя. После того, как было решено снимать, мы лично встретились со всеми. Мы познакомились с женой Анель, коллегами, курсантами, которые вместе учились в Кокшитовском техническом институте. И даже с пацанами со школы. Все говорят, что он по натуре своей всегда был лидером. Актеру Жан Досу Сейдалину досталась главная роль. По его словам, эта съемка потребовала от него большой физической и психологической подготовки. Это большая ответственность перед всеми, в первую очередь перед его семьей. Я надеюсь, что сериал про наших истинных героев современности, про всех пожарных и спасателей понравится зрителям. Сериал называется «Кахарман». Картина прославляет труд и отвагу спасателей. Этот сериал посвящен не только Аскару. Он про всех пожарных, которые каждый день рискуют жизнями, а некоторые даже погибают на службе. Считаю, эта картина посвящена всем героям. Телесериал о спасателей-героях снимается по заказу Министерства информации и общественного развития. Напомню, в память о пожарном, отдавшем свою жизнь ради горожан, в столице назвали одну из улиц. Сериал 16 серий телеканал «Астана» покажет в сентябре. Ерлан Кушанов проинформировал Касымжу Марта-Тукаева о деятельности первой сессии 8-го созыва Мажелиса. Так, парламентарии рассмотрели 82 законопроекта, 20 из которых инициировали самостоятельно. Это законы о возврате незаконно приобретенных активов, об онлайн-платформах и онлайн-рекламе, о регулировании движения электросамокатов и другие. Как рассказал спикер палаты, депутаты стали больше поднимать устрые проблемы казахстанцев в депутатских запросах и вопросах к членам Кабмина. И это результат проведенной конституциональной реформы, которая дала возможность пройти в парламент шести партиям и одномандатникам. В ходе прошедшей сессии впервые заслушан отчет высшей аудиторской палаты по управлению в сфере теплоснабжения, где был выявлен комплекс проблем отрасли. Перед ответственными министерствами поставлен ряд конкретных вопросов, собранных депутатами. Особое внимание уделено модернизации ТЭЦ и сетей теплоснабжения. В настоящее время мажоресмены проводят встречи с населением в регионах. Закон, регулирующий движение электросамокатов, президент страны Касымжумар Тукаев подписал в конце июня. В силу он вступит через 60 дней с этого момента. К слову, кикшеринговые компании уже готовятся к прокату транспортных средств по новым правилам. Одна из таких акций сегодня прошла в столице. Замира Алдобергенова пришла на площадку ТРЦ, чтобы научиться водить новомодный транспорт. Говорит, уж больно он ее привлекает своей доступностью, простотой и скоростью. Пенсионерка всерьез намерена пересесть с автобуса и такси на самокат. Вначале было сложно, тяжело. Я волновалась, я боялась. Потом настроилась. Вроде бы получилось. Для здоровья это полезно. Экономит время, экономит езду на такси. Потом ночью, когда транспорта нет, можно брать на любой близне находящейся стоянке. Обучают инструкторы не только навыкам вождения, но и новым правилам езды на самокатах. Напомню, водитель должен иметь права любой категории и, соответственно, быть совершеннолетним. На проезжей части запрещено набирать скорость свыше 25, а на тротуарах 6 км в час. Нельзя также брать пассажиров и грузы, а на пешеходных переходах и перекрестках придется спешиваться. Также обязательно наличие шлема. Ими, к слову, кикшеринговые компании оборудуют транспорт в августе. Астана у нас входит в тройку тестовых городов, в которых мы уже этим летом запускаем самокаты со шлемами. Это будет Москва, Санкт-Петербург и Астана. Мы решили, это будет пилотный проект. Самокаты, оборудованные шлемами, будут работать на улице. Мы посмотрим, насколько это удобно пользователям, насколько это удобно и реализуемо для нас. И со следующего сезона уже будем эту инициативу, как мы говорим, раскатывать на все остальные города. Астанчане в целом рады тому, что самокатчиков наконец выводят на плоскость закона, поскольку транспорт стал настолько популярен, что его движение необходимо урегулировать. Бывает, может, незаметно, вечером особенно, чтобы в одежде ездили светоотражающие. Но лучше, чтобы по этим дорогам не ездили где-нибудь отдельно. Это удобно и очень транспорт, мне кажется, сейчас. Но иногда, конечно, они нарушают, особенно когда по два человека оттуда садятся. Водители электросамокатов, ровно как и автомобилисты и пешеходы, надеются, что после введения закона появится новая культура вождения, которая не будет мешать остальным участникам дорожного движения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова